всем привет огромный привет из примерчины из H&M здесь тоже конечно бушуют распродажи я не знаю вы слышите или нет у меня соседка говорит по телефону там такая беседа я надеюсь что она скоро закончат потому что потому что мне трудно снимать таких условиях меня youtube забанят за такие видите окей я наверное все таки подожду пока они закончат окей так мы в примерочной H&M соседка закончила свои беседы со своим молодым человеком это было забавно мне было забавно это слушать но я посчитала что это не очень красиво записывать всех беседу потому что там были такие моменты вот значит девочки распродажи же бушуют не только в зале как вы понимаете везде она бушует и громыхает я тут кое-что принесла наверное кое-что мне будет мало вот эта юбка например смол я думаю что я в нее не влезу но тем не менее мы попробуем я кстати прошлый раз когда я здесь примеряла помните бухтила что ни одного крючка только не табуреточки ничего вот голые стены они только закончили ремонт так я вам хочу сказать что вот все крючочки на месте табуреточку поставили так что у меня нет повода чтобы злиться и скандалить вот а я сегодня серой мышью ну компенсировала серость вот такими вот ботинками которые со стразами я не знаю вам видно или нет видите какие ну и тут у меня вот тут тоже стразы тут у меня все блестит в общем все давайте будем примерять я хочу сказать что я нашла некоторые вещи которые такие ну вот это кофта вроде кашемировая пальто очень красиво все давайте примерять так девочки первый комплект юбка в которую я влезла но с трудом потому что она размер смол и вот у меня торчит в ней пузо и здесь резинка она у меня очень маленькая здесь она меня как-то облегает я даже думаю что этот свитер выглядит бы лучше с моей юбкой наверное я все-таки сейчас я сниму и примерю мою потому что она как-то будет наверное лучше выглядеть очень хороший свитер по моему это шерсть с альпакой очень такого знаете хороший фасон небольшой не маленький не широкий не длинный а такой в меру в меру большой не очень такой знаете плотный облегающий ведь как я буду красиво я все-таки сниму и буду примерять примерять со своей возможно только вот примере у меня здесь пиджак потому что мне кажется эти цвета будут красиво вместе а может и не буду не знаю короче не смотрите на юбку смотрите на свитер красивый очень свитер хорошего состава очень такой приятный цвет толстый зимний теплый я сейчас посмотрю сколько он стоит и посмотрю его состав и тогда мы посмотрим и решим нужен он нам или рукава такие широкие видите приятно симпатично представляете у него такой хороший состав 60 процентов шерсти и 40 процентов альпаки ничего себе здесь вот написано что да это смерть смесь шерсти с альпакой размер medium и написано что он стоит 70 долларов но он висел в отделе распродаж я спрошу сколько он стоит сейчас если он действительно 70 долларов тогда не буду ничего писать а если он дешевле я напишу на видео сколько он стоит то что мне надо для этого выйти и спросить в кассе на кассе сколько он стоит но он очень приятный прям шерсть с альпакой настоящий даже я хочу сказать что если он стоит 70 долларов это тоже недорого для для вот такого качества вещи цвет очень хороший такой знаете светло-коричневый такой кофе с молоком правда приятный класс праздники конечно прошли но поедки никто не отменял их можно носить не только на праздники тем более черная такая кофта топ с такой легкой блестец блестецой такой блестинки и вот этот пиджак он мне очень понравился но он мне тоже маловат потому что это смол мне конечно надо было бы медиум то есть она мне застегивается может быть на более тонкий топ но у меня нету здесь ничего такого я сейчас попробую может с моей юбкой хотела я именно с этой юбкой попробовать потому что мне было интересно вот это сочетание вот этот голубой сиреневым ну как то вот вместе с этим топом может его надо было бы заправить а то он меня в общем как-то режет режет мне рост я и так как бы не гигант а тут вообще получается ну короче не нравится мне эта юбка ни с чем абсолютно я сейчас я сниму по мере со своей юбкой может быть это будет выглядеть лучше подождите не уходите я вам еще сниму на всякий случай если кто-то вдруг заинтересуется значит это был размер смол стоит она 15 долларов сделана она сейчас посмотрю из чего сделана из полиэстера не буду же вас мучиться съемками этикеток но вы знаете в ней очень красивый цвет вот как бы это вам так показать чтобы было видно сейчас минуточку вот здесь да очень красивый цвет и очень приятная ткань вот такая вот сжатая знаете если было больше размер я бы подумала потому что в принципе юбка симпатичная единственное что вот снова размеры она мне конечно маленькая очень мне везде облегает так то в принципе очень симпатичная и ученка как вам такой вариант с моей юбкой пиджак неплохой но маленький и на такой мужской прям такой мужской мужской пиджак стоит он сейчас всего ничего если бы он был побольше размером я бы даже подумала на его приобретением но дело в том что он смог я говорю и он конечно я так знаете взяла потому что я думала что эти все пиджаки они оверсайзе в принципе должны должны неплохо сидеть но нет у меня все таки маленький давайте я вам так сниму в полный рост чтобы представляли всю картину он такой длинный но он должен быть конечно больше он прям должен быть во первых он нам не с трудом застегивается во вторых он должен быть такой широкий побольше он прям такой маленький 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 на я вам хочу сказать что стоит он нормально как бы цена всего ничего 30 долларов стоил 60 но маловато вообще все осталось экстра смол смол и экстра экстра ларч то есть трудно найти что-то примерить но вот тем не менее я нашла кое-что эти вещи не малые вот это ёбка с этим биджаком кстати вместе вот они выглядят неплохо я думала вот эти сочетания цветов что он будет хорошо смотреться но цвета смотрится хорошо но вот фасон как-то не очень может быть опять же в результате того что это маленький размер если бы размер был побольше эти две вещи выглядели бы нам не лучше да конечно как-то не лучше я хочу показать этот топ девочки опять же он как бы такой праздничный новогодний но вы знаете во первых не обязательно он вот такой вот длины тоже с этой юбкой не очень хорошо и как-то тоже мне здесь вот узковат но а вот здесь вот довольно большой истолковый конечно но я хочу сказать что даже купившийся час на следующий если думать на следующий новый год на следующие какие-то праздники потом у нас 14 февраля 8 марта впереди чего у нас еще много праздников куда мы можем одеться блестки правда же и неплохо конечно но единственное что они не конечно как-то не сидит на мне хорошо его надо либо заправить либо под пояс либо как-то что-то в общем странный фасон он какой-то какой-то длинный всего короче вот так вот да был бы лучше но смотря с чем если бы он был пошире можно было бы с брюками поснимала немножко блесток значит он сейчас стоит 30 долларов стоил 60 представляете размер смол поэтому он мне вот тут вот маловато но здесь вот плечах и рукаве в кроме он довольно широкий странно да но так 55 процентов переработанный полиэстер сделано в индии в общем знаете он такой довольно плотный хороший так качественный ведь он так хорошо здесь обработан у него видите такой край здесь пришита такая лента чем бить как вручную аккуратненько он хорошо сделан качественно такой плотный тяжелый единственное что вот размер не не подходит как-то на будущее празднование потому можно вот надеть под что-то под пиджак какой-то мне кажется достойная вещь бить и в рукавах здесь тоже он очень хорошо сделан довольно качественно видите подкладка неплохо он действительно очень хорошо сделал я не знает кити фирамбо по ее какой-то кофточки с пайетками на виде может быть не видно жизни вот на ощупь это на такая знаете добротная тяжелая хорошая вещь и красивая как девочки это какое-то безобразие на нем написано размер экстра экстра large я посмотрела что он не очень большой и подумала пойду-ка я померю но в результате он вообще какой-то малюсенький абсолютно малюпусенький я вообще не понимаю что происходит он на ритме показался такой симпатичный знаете такой сделан пиджачок жаккардовый здесь кнопка там у него сзади как пулиска вот этот то есть протянут здесь два кармана мне показалось что это интересная идея у меня вот здесь вот в рукавах он мне как-то маловат во всяком случае с этим топом что-то странное странное и безобразное но давайте снимем и посмотрим что что он и почем потому что мне идея как понравится он симпатичный но какой-то странный размер экстра 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 ларч смотрите какое безобразие видите написано экстра экстра ларч 40 долларов он стоил сейчас он 20 я вот так вот его понесла в примерочную смотрю такой он интересный здесь значит кнопка здесь такой пояс завязывается карманчики на интересная какая-то необычная вещь и смотрите пожалуйста на размер четвертый вообще такое ощущение что это какой-то какой-то фейк что это вообще вот эта этикетка написано 77 процентов лайфселл что эта этикетка вообще не от него и и это качи ты старый пиджак который у кого-то был дома они что-то купили вот за 20 или за 40 долларов потом взяли эту этикетку прицепили к нему она даже не соответствует что размер не соответствует с ума сойти и он такой какой то знаете я так надела на себя сейчас мне так противно потому что я трогаю его и понимаешь что он какой-то немножко ношеный как будто секонд-хенд немножко при этом его забыли постирать прежде чем отнести магазин знаете что я сейчас последнюю проверку сделаю сделаю проверку состав если состав не соответствует тем что здесь написано этот сто процентов подставок ужас как девочки там вы представляете у него совсем другой состав чем здесь написано 77 процентов лайфселла здесь написано что-то вискоза с чем-то вообще даже не близко мама дорогая вы представляете себе конечно каждый дурак может взять вот так вот этикетку завязать таким бантиком прицепить к этим какой-то грязный тоже как ты не заметил через камеру я смотрю и я вижу что он вот здесь вот прямо такой грязный фу-фу-фу-фу я его на себя надевала хорошо чтобы не на голое тело на то ужас я такого еще не видела вернее не так у нас есть магазины в которых люди покупают новые вещи цепляют этикетку к старым и приносят никто не проверяет и никто не вычины никогда и не видел вычины что кто-то принес свою старую тряпку с прицеплены вот так вот фу какой ужас 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 я в шоке я в шоке и мне так неприятно оправившись от шока который меня постиг при примерке предыдущей вещи я вам хочу показать другую вещь очень симпатичную значит он такой базовый прибазовый кардиган но он состоит из шерсти кашемира кашемира очень мало я потом покажу этикетку основном шерсть но он очень такой знаете прямо качественный вот чувствуется качество чувствуется очень хороший состав теплый толстый такой знаете на хорошую зиму очень базовый ничего такого видите совершенно такого бежевого цвета довольно обычный но учитывая его состав найти такой состав вечером это довольно большая удача сейчас я вам сниму его из с этикеткой чтобы вы посмотрели и вы поймете ну что ж посмотрим это был размер медиум но он только большой объемный такой кардиган посмотрим что здесь написано эти написано хороший кашемир стандарт хорошего кашемира и и написано что смесь кашемира и шерсти стоил он аж 120 долларов а сейчас он стоит 60 120 а сейчас он стоит 60 давайте же посмотрим я правда смотрела уже но я сейчас вам сниму да видите 90 процентов шерсти 10 процентов кашемира хороший хороший такой кардиганчик 60 долларов конечно но состав хороший шерсть да кашемир стоил он 120 представляете я еще принесла такой пальто мне кажется что она очень красивая мне просто кажется что она шикарная единственное что она мне великовато потому что там был экстра смол и ларч экстра смол я решила что я просто в него не влезу а ларч видите мне большой такой вот ну девочки я сейчас расстегну и вы поймете оно такое знаете хорошее тяжелое такое как смотрите такая ткань в рубчик она очень очень на ощупь она прямо очень очень качественная такой вот длинная карманы белые но вы знаете карман белый потому что пальто белый стал и карман конечно же они белые но дело в том что вот здесь вот такой вот прям совершенно весеннее пальто только она очень умерсайзом и очень большого размера вот сейчас я в полный сниму видите какой она знаете что он скажу на видео выглядит как будто это банн халат или какой-то халат доктора но я хочу сказать что это видео не всегда передают она действительно очень такого молочного цвета и очень и очень красиво жалко что на видео это не очень понятно счете его на вишенку повешу вы смотрите какой она класс эти какой-нибудь ткани и она очень хорошо сделано такая относит ткань плотная очень очень такая ну как сказать вот как будто бы дорогая стоила на 80 долларов сейчас на 100 70 небольшая распродажа конечно размер large цвет потрясающе красивый молочный карманы пояс давайте посмотрим состав я конечно не думаю что там что-то в нем есть подкладочка что что-то в нем хорошее но давайте все-таки проверим а что здесь написано 53 процента переработанный полиэстер подкладка 100 процентов переработанный полиэстер но знаете выглядит она как будто бы она очень такое эти швы такие все очень хорошо очень очень ну в общем акрил с полиэстером ничего не капельки ничего такого приличного днем нету но выглядит она хорошо будет она прям как будто бы учет так темно так темно выглядит она как будто бы сейчас попробую повесить другую сторону видите на свету видно вот видно что например хорошие пальто но не дешевая 70 долларов слушайте это не дешево совсем не дешево я решила вставить несколько кусочков которые я снимала в зале после того как я уже вышла из примерочной я там нашла еще несколько интересных пальто тоже на распродаже но вот это кстати пальто нет как оказалось оно не на цели что было очень жалко мне потому что пальто очень симпатичное базового такого бежевого цвета camel очень приятная на ощупь в нем конечно нет никакой шерсти одна синтетика я проверила но выглядит она очень достойно и очень приятное такое на на вид и вообще в носке удобная я бы даже в общем наверное бы его купила но дело в том что у меня достаточно много из пальто вот эта цена стоит она 80 долларов размер medium я примеряла и я спросила на кассе я думала может быть есть какая-то скидка на него но скидки никакой не оказалось я чуть пожать пожадничала 80 долларов если бы мне нужно было я бы купила конечно за эти деньги это недорого но у меня достаточно много пальто хотя вот именно вот такого цвета кемал такого большого просторного пальто у меня как раз и нету наверное еще одно пальто пуховая нет не пуховая это просто такой дутик стеганка такая который которым отсутствовал поиск сожалению но все-таки вот вещи уже когда на распродаже там уже и пуговицы отрываются и пояса потеряны очень жалко что люди вот так неаккуратно относятся к одежде которая висит зале но что поделать вот тоже очень неплохое пальто черного цвета такой не марка хорошие большие карманы так по модному простеганов знаете таки квадратиками не старая такая полоски простежка а квадратами стоит она сейчас очень дешево тоже стоило 80 сейчас она стоит 35 долларов это вообще дара можно сказать даже отсутствие пояса если честно если бы мне надо было я бы выкупила и носила бы какой-то другой пояс не обязательно носить пояс именно от этого пальто можно какой-то кожаный пояс приспособить вот тем более вот эти шлевки имеются то есть можно продеть пояс и вполне себе даже носить с поясом другим и вот шубка она невероятно большого размера но очень милая я не могла удержаться чтобы ее не померить очень приятно такого защитно-болотного цвета но хороший такой цвет знаете интересный и очень приятная по качеству такая прямо прямо такая мутон знаете как будто бы мутоновая шубка прямо вот трогать ее не перетрогать так было приятно и угладить стоила она видите девяносто девять долларов сейчас стоит 60 ну так дорог не дорого не дешево нормально но очень приятная шуба большого размера к сожалению она была на кнопках с карманами хорошая шубка симпатичная все дорогие девочки сегодня такие примерки у нас получились не очень если расстроилась все вещи какие-то не не туда не сюда но были неплохие вещи было свитер шерстяной потом кашемировый свитер потом собственно все все остальное какое-то особенно вот это вот старый вот этот жакетик вообще меня просто убил меня на повал все увидимся в следующем видео люблю целую там лошадь из канады сегодня из вечернем пока пока бай